Как захватить богатейшую природными ресурсами страну и сделать из нее притон для бомжей? Достаточно нести дух русский в нужном кармане и обладать непомерной жаждой власти, свойственной ГБшникам позднего совкового периода. Мы на протяжении 20 лет наблюдаем образец такого хозяйственника, поставившего Россию в специфическую и хорошо известную всем позу. Последние дни демонстрируют, что начало года у Путина мягко говоря, не задалось. Тут тебе и казус с Навальным, вызвавший панику у силовиков и непрекращающиеся убытки в энергосекторе, которые не перекрывают даже подорожавшая до 55 долларов нефть. Но вождю Запоребрика некогда заниматься экономическими проблемами, поскольку в его понимании благополучие государства зависит в первую очередь от геополитики и наличия вооруженных до зубов церберов. Именно они в случае чего должны превратить страну в один большой карцер. Правда, наличие этих псов совсем не спасает от финансового краха, ведь в путинской схеме правления нет места для высокотехнологических продуктов, а казна пополняется за счет сырья. Как результат, она уязвима для любых волнений извне. Международное рейтинговое агентство S&P выпустило прогноз в отношении российской обсервации, на пальцах объяснив московитам, какие проблемы их ждут в ближайшем будущем. Как и положено скрепному государству, в этом отчете целый букет экономических оплеух для Путина. В ближайшие 3-4 года Москва может не рассчитывать на любимый путинский прорыв. Будет разве что рывок, и то в направлении дна. Хронический дефицит госбюджета обеспечит свежая порция санкций, вывод иностранных инвестиций с прокаженных путинизмом территорий и черепашьи темпы восстановления экономики. В то время как западные страны будут стремительно наращивать объемы производства и налаживать деловую активность, по трупу российского бизнеса будут грустно бегать тараканы-чиновники. Эксперты отмечают, что сырьевая игла засела очень глубоко в мягких тканях скрепной державы. Вытащить ее из этого места путинские ручки не смогли, да и не хотели. И как результат, в 2021 году энергосектор будет штормить, словно после недоброкачественного боярышника. Интересным образом специалисты S&P также оценили качество работы госинституций, поставив Володе Бункеру колл, то есть один балл, минимальный из возможных. Эксперты прямо указали на продажность судей, силового блока и коррумпированность системы в целом. Даже смешно, что параллельно с выходом прогноза от аналитиков из S&P их слова подтвердил один из путинских подлиз, четвертый богатейший человек в Мордоре. Миллиардер Алексей Мордашов решил поддержать коллег по цеху и воткнуть в Путина пресловутый нож. Точка интеграции этого предмета была выбрана максимально точно – зависимость от экспорта-импорта. По оценке баблогенератора из РФ, более 50% российского ВВП напрямую зависит от внешней торговли. Причем 80% от этих объемов составляют сырьевики, а также смежные с нефтегазовым сектором отрасли. Интересно, что зависимость от западных товаров у Мордора находится на критической отметке, несмотря на все сказки про импортозамещение. С валютных доходов, которые на две трети обеспечивают нефть и газ, 60% уходит на погашение этого самого импорта. Более 250 миллиардов долларов было потрачено на закупки у иностранных коллег и половина из них уплачена за технику и оборудование. По мнению Мордашова, при дальнейшей изоляции в стране полностью остановятся машиностроение, нефтегазохимия, металлургия и ряд других секторов экономики. Им будет попросту не на чем работать. Но если вы думаете, что только миллиардер Мордашов дал заднюю и настучал на своего вождя, то ошибаетесь. В субботу один из центральных инфоресурсов Кремля ТАСС выпустил статью Дмитрия Медведева, фаната итальянских виноградников. Если бы этот текст прочел Ботокс, у него бы случился припадок. В опубликованном от имени Компота материале говорится, что в ближайшие годы Кремляндии стоит попрощаться с мечтами о сдохшем долларе. Оказывается, внутриполитическая напряженность не особо сказывается на экономическом потенциале валюты. И будто одного признания мощи американского бакса показалось Медведеву мало, он вдобавок заявил, что Трамп являлся источником проблем для зеленой валюты. Другими словами, Компот косвенно подтверждает известную любому эксперту истину. Дональд Трамп действовал в интересах Кремля и занимался развалом государственного строя изнутри США. Что же будет теперь? Ответ на этот вопрос мы получим 20 января с инаугурацией Джозефа Байдена и новой головной болью для кремлевского лепрекона.